В начале 80-х годов 20 века грузинский кинорежиссер Мираб Кокачишвили взялся за съемки многосерийного документального фильма «Дорога». По сценарию Бориса Андроникашвили, в документальном фильме должна была быть представлена история Грузии с древнейших времен до конца XVIII века. Для этой цели были привлечены крупнейшие грузинские ученые и историки того времени. Фильм с их непосредственным участием стал популярным среди широкой аудитории, интересующейся многовековой историей Грузии и стран Кавказа. В историческом документальном фильме, наряду с важнейшими событиями из истории Грузии, также были освещены следующие вопросы. Появление Триалитской культуры на месте Куруаракасской культуры, происхождение картвальских племен и территории их расселения на Кавказе, сведения из урардских клинописных надписей о древнейших прокартвальских государствах, диаахи и колха, разделение прокартвальского языка и вопрос об установлении языка колхов. Халибы – картвальское племя, изобретатель способа добычи железа из руды, образование государства Иберия, создание грузинской письменности и распространение грузинской культуры, средневековые грузинские царства и объединение Грузии. Представляем отрывки из исторического документального фильма «Дорога». Часть третья Что писала царица Русудан Папе Римскому Гонорию Третьему в 1223 году? С кончиной царицы Тамары не зашло солнце Грузии, хотя вассалы Грузии это так поняли, и они даже начали действовать. Но царь Лаша решил этот вопрос и расставил всех по своим местам. Мы не знаем, что могло произойти, но факт, что Лаша кажется очень интересным мыслящим человеком. А случилась катастрофа. Лаша был ранен в бою с монголами, и он скончался от этого ранения. Затем произошло событие, связанное с Джилал-Аддином и монголами, и Грузия попала действительно в катастрофические условия. От легата вашего мы получили ваш высочайший совет и повеление, дабы брат мой выступил на подмогу христианам. И он имел это намерение и готовился к выступлению, когда в нашу страну вошли злодеи-татары. Это, может быть, и вам тоже стало известно, они причинили нашему народу большие беды и перебили шесть тысяч человек. Мы не ожидали от них опасности, потому что считали их христианами. Но когда мы узнали, что они не были хорошими христианами, тогда мы собрали все свои силы и встали против них, мы истребили двадцать пять тысяч человек, многих взяли в плен, а остальное их войско изгнали из нашей страны. Вот поэтому мы остались здесь и не могли пойти по повелению вашего легата. Если можно как-то так сказать, что личность царицы Тамары в это время покрыла Грузию. Факт, что видимо Русудан не обладала такими личностными качествами, какие были у царицы Тамары, будь то одаренность или разум, но мы должны учитывать и другую сторону. Тамара воспитывалась так, чтобы стать царицей. Она обучалась для этого и получала надлежащее образование. А Русудан не воспитывалась для того, чтобы стать царицей. Царем воспитывался Лаша. Но на престоле неожиданно оказалась Русудан, которая, видимо, обладала не столь большими данными и по натуре была не такой умной. Когда началось совместное правление двух царей на престоле Грузии? Когда царица Русудан переехала в восточную Грузию, она сделала так, что ее малолетний сын Давид был посвящен в цари. Но по новому правилу уже монголы должны были утвердить нового царя. Бату-хан рассмотрел это дело, но сам не смог принять решение, поэтому отправил Давида в столицу монголов, Каракарум. Вообще такое путешествие занимало несколько месяцев. В скором времени на тот же путь направили и другого Давида, сына Лаши, который также был выдвинут претендентом на царский престол. Спустя некоторое время, в 1246 году, монгольский хан утвердил, между прочим, обоих на царский престол и отправил их в Тбилиси. Мы отсчитываем их царствование примерно с 1248 года. В Грузии на престоле васили два царя, Давид Нарини и Давид Улу, Давид шестой и Давид седьмой. Это монета Давида Нарини. Давид Нарини изображен верхом на коне. Во-первых, это интересно тем, что в это время в Грузии царствовали два Давида, Давид Нарини и Давид Улу. Во время их царствования они не разделили страну пополам. Был такой период. Этот период отражен в монете, которая была очеканена от имени обоих Давидов, и на которой изображены два Давида. Царь Грузии Диметрий II самопожертвователь. Противоречивая личность. Грузинскому царю Диметри II не раз приходилось принимать участие в походах монголов. Он довольно такая противоречивая личность. С одной стороны, его упрекали в том, что он не всегда придерживался вероисповедных норм и не был сдержан в своей семейной жизни. С другой стороны, он проявил примеры личного героизма. При этом царь Диметрий занимался замечательной деятельностью по возрождению страны. С его именем связано строительство храма Метехи. Как нам рассказывает грузинский историк, он часто проявлял личную благотворительность, хотя, конечно, это не могло спасти страну. Очень интересна монета Диметри II, но чем же? Эта монета была очеканена в то время, когда все грузинские монеты, кроме грузинских надписей, также имели надписи на монгольском и арабском языках. Исключением является монета Диметри II, на которой имеются только грузинские надписи. Конечно, эта монета также носит характер самой личности царя Диметри. Самое главное то, что Диметрий вошел в историю под именем самопожертвователя. Он не пожелал скрываться от гнева Ильхана где-нибудь в лесу или в западной Грузии. Диметрий героически поехал, явился ему, хотя знал, что его смерть, наверное, неминуема. Царь Диметрий пожертвовал собой для того, чтобы Грузия, его страна, не была разорена в очередной раз. Он действительно пожертвовал собой и в нашей истории заслуженно именуется именем Диметрии самопожертвователя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 300 тысяч воинов Тамерлана против 180 защитников Бертвеси 1403 год Бертвеси считался неприступной крепостью, но Тамерлан взял и Бертвеси тоже. Современник нашествия 1400 года, сын Авгарза Бандайдзе, Григл, жалуется на свою судьбу, что ему убили пятерых братьев, супругу, шестерых детей, трех сыновей и трех дочерей. Ему сожгли пять домов. Как видно, в таком положении находился не только Бандайдзе. А историк Тамерлана, дабы похвалить своего владетеля, говорит, что Тимур даже в Индии не разорван. Он разрушил столько зданий, сколько он разрушил в Грузии. Крепость Бертвеси расположена в Титрицкоройском районе, примерно в 40 километрах от Тбилиси. Крепость Бертвеси охраняли 30 грузинских дворян со своими семьями и всего лишь 150 воинов. А Тамерлан привел сюда 300-тысячное войско. Грузины были уверены, что крепость неприступна, но из всех покоренных стран у Тамерлана были собраны лучшие знатоки разных дел, среди них были и скалолазы тоже. На 21-ю ночь, когда грузины этого не ожидали, с неприступной скалы, которую грузины даже и не охраняли, скалолазы смогли залезть, скарабкаться на крепость, и они взяли с собой воинов тоже, которые открыли ворота изнутри, и крепость Бертвеси пала. Тамерлан казнил защитников Бертвеси. Зачем нужно было Тамерлану пленять еще 180 человек и так, в уже покоренной стране? Но говорят, что Тимур был болезненно честолюбив. В результате многочисленных нашествий Тамерлана в Грузии в значительной степени было истреблено производящее население. Почти полностью разрушилось культурное хозяйство. Участились такие термины, как на Калакаре-городище, на Сапларе-селище, на Бенаваре-становище, на Масахларе-пустоши, Партахе-выморочное имение. Туркоманские племена Кара Коэнлу. Черно-баранные и события пасхального дня 1440 года. В 1440 году, в день Пасхи, туркоманские племена вторглись в город Самшвилде. Они называли себя Кара Коэнлу, то есть черно-баранные, потому что на их знамени был изображен черный баран. Если сказать правду, кроме этого черного барана, они в малой степени интересовались другими вопросами, потому что в Самшвилде они разрушили все, и храмы, и здания. Их также не интересовал шелк. Здесь было очень много тутовых деревьев. Они вырубили эти деревья, также вырубили виноградники. И вот где-то здесь из 1664 отрубленных голов построили минарет. Принципы западного феодализма и системы землевладения в средневековой Грузии. Столько суматохи и бесконечной борьбы. Какая экономика выдерживала такое, или вообще как удавалось спасти и сохранить экономику? Видимо, здесь очень большое значение имела географическая среда. Выселенный, убежавший, разоренный врагом крестьянин, как только возвращается на свой выморочный дворище, начинает трудиться. Можно сказать с некоторым преувеличением, что своей примитивной мотыгой и заступом ему удается восстанавливать хозяйство. У нас правило раздела земли кардинально отличалось от правил восточных стран. Наша система землевладения частно-собственническая, это западная система. Поэтому является наш феодальный строй западным, и мы говорим, что у нас феодальные отношения развивались по принципу западного феодализма. В восточных странах юридически отсутствует частная собственность на землю. Вот арабский халифат, вся земля принадлежит халифу. Земельные участки выдаются, скажем, военнослужащим, с условием военной службы, но для этого он должен быть мусульманином. Вот поэтому случилось так, что помимо культурного преимущества и других обстоятельств, система землевладения стала одним из факторов, из-за которых во время арабского владычества ислам у нас не смог распространиться, поскольку для грузинского феодала принятие магометанства в первую очередь означало потерю права частной собственности на свою землю. При этом и другие факторы также имеют значение. Наша история двигалась по такому пути, и наша жизнь пошла так, что когда человек рождался, он знал, что рождался для Родины. Человек знал это. Он рос и воспитывался этим сознанием. Поэтому самопожертвование и самоотверженность были более или менее обычными делами, обычными событиями. Кто оставался в живых, тот потом снова возвращался в свой дом и восстанавливал свое хозяйство. Виноделие в Грузии Из существующих в мире трех технологий изготовления белого вина, две технологии являются грузинскими. Грузин по своей натуре никуда не убежит от виноградной лазы. Примером этому является то, что куда бы ни ушел грузин, он там сажает виноградную лазу. И даже сегодня, если мы посмотрим, пройдемся по городу, мы увидим виноградную лазу, поднявшуюся по стенам наших домов. Грузин делает это так красиво, что иногда и сам не чувствует, насколько органично и кровно связан он с этим. Грузия имеет 500 своих собственных сортов винограда, что является большим сокровищем нашей нации. Как отмечал академик Николай Кицхавели, наши такие уникальные сорта винограда, как ракоцители, саперави, мцвани, александроули, хихви и многие другие, являются такими же памятниками материальной культуры нашей нации, как и собор святицхавели. В мире существует всего-навсего три технологии изготовления белого вина. Это обычная европейская технология, по которой производятся белые вина почти во всех странах мира. У нас по этой технологии производятся такие вина, как, скажем, цинандали, гурджиани, манави и другие вина этого типа. Остальные две технологии изготовления белого вина являются грузинскими. Это кахетинский способ изготовления вина и эмеритинский способ изготовления вина. Эти две технологии являются грузинскими технологиями изготовления вина. Грузинский историк и географ, соучредитель Московского государственного университета имени Ломоносова, царевич Вахушти Багратиони, о единстве грузин. Начиная с X века до конца XV века, настолько укрепляется это сознание и чувство единства грузин, что после политического распада Грузии уже ничто не смогло искоренить это сознание единства. Поэтому считаю я, что неправы те, которые думают, что то объединение было поверхностным и эфемерным. Некоторые имеют такое мнение. Я считаю, что то объединение было естественным и закономерным. Незакономерным было как раз разделение. И тогда создалась весьма своеобразная обстановка. Именно существующее политическое обстоятельство образовало терминологию Грузии во множественном числе. И Кахетия Грузия, и Картли Грузия, и Мерития, Мисхетия, Джавахетия – это Грузия. Для прогрессивно мыслящих грузинских деятелей это всегда была одна страна, но разделенная из-за превратности времени. Нация нуждалась в своей письменной истории. Такая письменная история Картлистсховреба, то есть история Грузии, у нас была с древних времен. Она писалась и дополнялась время от времени. Эта история была доведена до XIV века. С XIV века, в результате тех бедствий, писание такой истории, то есть истории Единой Грузии, фактически прекратилось. В XVII веке были какие-то попытки, но Царвахтанг VI придал этому организованный характер. Он создал, если можно так сказать, специальную комиссию ученых. Несмотря на то, что это происходило при царском дворе Картли, они не пишут историю Картли, а пишут целиком, пишут историю всей Грузии с древнейших времен до начала XVIII века. Когда в том же XVIII веке сын Картлийского царского двора, царевич Вахушти Багратиони, написал историю Грузии, он также не стал писать историю Картлийского царства. Он пишет историю всей Грузии и при этом дает нам свою интересную систему периодизации. До разделения и после разделения. Но как до разделения, так и после разделения. Это единая Грузия, Сокартвела, хотя история всех государств представлена отдельно. Вахушти Багратиони, если можно так сказать, сформулирует свою точку зрения, концепцию о том, почему считает он, что все это одно целое. Вот, он говорит, какого грузина, не спроси, хочешь кахетенца, хочешь и меретенца, а хочешь еще кого-нибудь другого, кто ты по Эрджули, он тебе сразу ответит, я грузин. А по Дэрджули подразумевается как вероисповедание, так же и национальность. Какого грузина, не спроси, какой у тебя язык, он тебе сразу ответит, грузинский. Вахушти очень хорошо знает и говорит о том, что у Мегрилов и Сванов есть свои разговорные языки, но письменный язык и Эрджули, то есть национальность, определяют целостность того, что Эрэ Тенец, Кахетенец, Имеретенец и другие, несмотря на некоторые отличия, они все грузины. Вот это сознание единства, сознание целостности всегда было у передовых грузин, и что главное, они всегда боролись за политическое объединение в соответствии с этим национальным сознанием. А то, что им не удавалось добиться политического объединения, это уже другая сторона вопроса. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА